Приветствую вас аноним, давайте разберем вопрос, который вы задаете, вот, и попробуем помочь вам в решении ваших проблем. Значит, в заголовке вы пишите, не хватает любви и ласки. Я думаю, что в первую очередь, первонаправо, нужно определить вам природу того, что вам не хватает, любви и ласки. То есть, вот, именно, что необходимо определить природу. Потому что, если вам не хватает любви и любви, как вы говорите, и ласки, вот, то, вероятно, речь идет о том, что вы себя, вот, сами по себе, да, чувствуете, ну, какой-то неполноценный. Есть такая вероятность. Соответственно, вот, вот, внутренняя такая собребность любви и ласки, да, она проистекает исключительно из того, что вы имеете конфликты, внутренние конфликты. Творечия, что вы, вот, есть у вас ощущения, допустим, что вы чего-то не можете, что вы что-то не получаете, ну, и прочее, прочее, прочее. Такая вот эта сторона. Здравствуйте, встречаюсь с парнем третий год. Третий год достаточно большой срок, я бы сказал, да, и... Не побоюсь этого слова, но люди, в общем-то, в общем-то, на третий год уже как-то определяются в том качестве кого и как они видят своих партнеров, вот. Ну, а также на третий год часто бывает такая история, что чувства, эмоции, они уходят, то есть уходят в страсть, уходят в влюбленности, вот. И если за это время ничего не появилось между людьми, да, если за это время не появилось какого-то взаимного уважения, взаимного понимания, вот, не появилось что-то духовного между людьми, то отношения имеют все шансы, к сожалению, значит, закончатся. Два года мы встречались не серьезно, то есть были в свободных отношениях, я бы их охарактеризовала как друзья, которые иногда спят вместе, то есть никаких претензий друг другу не определяли, что их захотели, переспали. Ну, вы знаете, здесь двоякая ситуация, конечно. С одной стороны, я вас, вне всякого сомнения, понимаю, и я не считаю, что вы делаете что-то обязательно плохое, выстраивая отношения таким образом. Я думаю, что если вас это устраивает, то почему бы и нет. Но, с другой стороны, есть проблема. Она заключается в том, что такого рода отношения приучивают, с одной стороны, людей, в частности, мужчинам, к несерьезности, к несерьезности. То есть, к отсутствию обязательств. То есть, во всём счёте, мы здесь говорим о неком, таком, я бы сказал, распылении энергии, которую человек даёт другому. Это с одной стороны. С другой стороны, мы здесь можем говорить о том, что люди, в частности, вы, вполне, может быть, боитесь близости. Я в этом, конечно же, не уверен, в том, что вы, боитесь близости. Но, к сожалению, такое тоже, вполне может быть. Вот, вполне может быть, что и вы, и молодой человек, боитесь близости. Вот. И, соответственно, страхом, страхом близости, определяетесь, вот, такие вот несерьезные отношения. Вот. Ну, судя по, тому, что, примерно, между вами, произошло. Дальше. То есть, все это было бы справедливо, если бы, было бы, сейчас, не было бы проблем. Да? Поскольку проблем есть, мы рассматриваем, то, что происходит в контексте, вот, тех проблем, которые вот, ну, могут быть или появились. Вот. Дальше. Последний год, начали у меня встречаться, серьезно. То есть, официально, бэкпар. Ну, здесь мне, хочется, сказать, то, что, лично я, всегда, очень, скептично, отношусь, к тому, когда, люди говорят, что-то, типа, вот, того, что вы говорите. То есть, типа, того, что, ну, начали встречаться, серьезно, официально стали пары, и прочее, прочее, прочее. Почему? Тому, что здесь, имеют место быть, ярлыки. Здесь, имеют место быть, ярлыки. Что это значит? Что значит, ярлыки? Ну, ярлыки отношают наличие определенных стадий в отношении. С одной стороны, попытка их регламентировать, чтобы соотношение регламентировать и придать им какую-то форму. То есть, подчинить, грубо говоря, некому регламенту. Это, с другой стороны. Вот. И, в общем и целом, ну, ничего хорошего. В этом, я не вижу. По крайней мере, для, для отношений. К сожалению, ничего, ничего хорошего. я не вижу. я не вижу. И, в принципе, не могу. Потому, что атакуальные отношения прибавляют, как правило, обязательств. Только. Вот. Но, не прибавляют больше ничего. Ничего. то есть, люди, начинают чистить у себя не свободно. В течение этого года, я периодически узнавал, что он за моей спиной встречался с другими девушками, но без интима. Это даже девушки, которыми не пришлось попередить. Ну, здесь, ну, интересный, конечно, момент того, а как вы вообще узнавали, да? То есть, вы, ну, вы что, узнавали у этих девушек, то есть, устал ли с ними ваш молодой человек или нет. Это первое. Второе, это, конечно, свидетельствует о том, что вы, ну, мягко говоря, я своему мужчине не доверяюсь. То есть, вы вот, это не первый раз, когда вы будете, по факту, говорить по подтверждению чего-либо. Вот. То есть, имеет место быть недаймером. В заверии есть свои причины, которые, на мой взгляд, имеют смысл, о, раскрыть, которые, которые, на мой взгляд, имеют смысл, а, ну, что-то, а, определить, которые, на мой взгляд, имеют смысл, адекватно и правильно понять. Потому что, это важно. Вот. Потому что, если, 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 вы не доверяете своему мужчине, если вы не доверяете своему молодому человеку, вот, то это, ну, исключительно, ваша проблема. Вот. Почему ваша исключительно проблема? Почему? А почему она ваша? Ну, ответ, достаточно прост. ваша проблема, потому что, это, вы боитесь боли, поэтому, вы, воспринимаете отношения, как некую инвестицию, то есть, это, вот, все, все правило. Ну, в большинстве, в большинстве, все правило. про восприятие отношений, как инвестиции, вот, и про, определенный страх, определенный страх боли, определенный страх, там, что, мужчинам, может, бросить, ну, и прочее, прочее, прочее. В последний раз, когда узнала, что девушка гуляла и переписывался, бросила ее, вон, все же час приехал, плакал, готов проститься, просил, просил, простить, стоял на коленях, что значит, бросил его в кавычках, но, если честно, для меня остается загадка, что вы имеете ввиду, бросил его в кавычках. То есть, на житейском уровне, я, конечно, понимаю, о чем вы говорите, на житейском уровне, я понимаю, прекрасно, прекрасно понимаю, о чем вы говорите, но, именно на житейском уровне. Но я не понимаю, что вы имеете ввиду, я не понимаю, что вы имеете ввиду, допустим, что вы имеете ввиду, говоря, ну вот, значит, вот, ну, как специалист, да, как специалист, я не понимаю, что вы имеете ввиду, что на слухах. То есть, для меня это звучит так, что вы человека манипулируете. Вот, для меня это звучит, ну, вот в таком ключе. Вот. И я не то чтобы вас обвиняю в этом, но тоже. У меня нет такой задачи, особенно у меня. Но я хотел бы понять, что значит вы его бросили. Вы правда готовы были его бросить или вы бросили его специально, чтобы чему-то проучить? Потому что, если это манипуляция, то ничего хорошего не получится. Отношения, построенные на манипуляции, редко когда бывают счастливыми. Вот. Поэтому имейте данный момент пожалуйста в виду. Я очень хочу, чтобы, чтобы, чтобы вы раскрыли все-таки. Он поподробнее, что вы имеете в виду, в кавычках его бросил. А тут вы решили, что больше с ним не будете вместе. Вы решили, что не ваш человек, вам было обидно, вам было больно. Что произошло? Что произошло? Что произошло? Значит, через час я приехал, просил бросить, стоял на коленях. Ну, очевидно, что молодой человек к вам привезло. 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 Это очевидно. Очевидно, что он к вам привезло. Очевидно, что вы ему нужны вопросы. В том, для чего. Поставил статус, социальные сети встречаются со мной. У меня совместная фото на аватарке. Потом дал мне оборудование от всех своих соцсетей. Отвечал сам. Нет, звоню где и с кем. Хотя я не прошу. Я тоже ему звоню, говорю где и с кем. Но есть ощущение, что идут такие, знаете. С действием как бы правильные. То есть, вот, с точки зрения отношений с действием правильные. Да? С точки зрения доверия. Вот. Но есть ощущение, почему-то, что это, во-первых, неизвенно. Во-вторых, это исключительно основано на каком-то таком желании компенсации. То есть, вот, нет ощущения, что это искренне. Ну и кроме того, это недоверие само собой. Сейчас последние полгода все хорошо. Измен с его стороны нет. Других девушек тоже это точно. Но вот опять, опять, опять вы говорите, это точно. Другие опять рассказывают вот эту вот, какая-то неуверенность, какое-то вот недоверие мужчине может быть. Вот. Опять же, что вы считаете изменой? То есть, ну, чисто объективно, чисто объективно, если вы считаете изменой, то, что, ну, вот, то, что он делал, если вы считаете, что у изменой всегда есть какие-то свои причины. Вот. 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 Какие-то свои, наверное, есть выгодно. Если, если человек вам меняет, значит, ну, что ему чего-то не хватает. Вот. И то, что он, условно говоря, просто вас расширяет, прощения. То есть, он, условно говоря, делает какие-то вещи, показывающие его намерения и прочее. Ну, это не очень-то значит, что он действительно хочет быть сам. Вот. Вот. Это значит, скорее, за то, что человек стедится того, что делает. Вот. Он, да, это стедится. Вот. Но его желания, смотрите, которые, собственно, и мотивировали его, сначала быть с вами в несерьезных отношениях, потом с другими девушками выстраивать несерьезные отношения. Вот этот вот мотивационный конструкт, он никуда не делся, он остался. И справедливости ради, я думаю, можно сказать, что я пока вижу только отнятие у молодого человека чего-то. Но я не вижу, чтобы вы, например, отдавали ему что-то. Чтобы вы интересовались тем, а почему ты вот с другими девушками общался, да? А чего тебе, там, допустим, не хватало, к примеру, да? Вот. Ну, может быть, может быть, ты в чем-то нуждался, может быть, тебе что-то нужно, может быть, я тебе, там, что-то не додаю, да? Вот. Таких моментов я, к сожалению, не вижу. И, на мой взгляд, это большая проблема, потому что молодой человек, как он себя, вот он у себя именно отнимает, он у себя отнимает какие-то вещи. Но он не получает ничего самим. Это проблема. Потому что неудовлетворенность она будет расти и со временем может вылиться какой-то вот скандал. В общем, уже выливается, потому что он с вами не ласкал. Дальше. Значит, у нас остается у меня фото в соцсети, на одном компе заходим в соцсети, спокойно можем взять телефон руку в руку, ответим на звонок, если кто-то звонит. Слушайте, ну, я вот, я не знаю, честно, отдаёте ли вы себе отсчёт или нет, вот в этом, вот в том, что вот происходит. Но выглядит это всё, ну, мягко говоря, так, что вы, ну, очень сильно не доверяете друг другу. Вот выглядит это так, что, ну, вот не доверяете вы друг другу, причём не доверяете довольно сильно. Так что, вот эти вот идут такие вот, как бы, как сказать, ну, подтверждения, подтверждения того, что всё хорошо. Кстати, опять же, ну, не свидетельство вашей уверенности в себе, да, его уверенности в себе и прочее. Ну, никак, никак. Это, на мой взгляд, не может быть свидетельство, потому что вопрос не к тому, ну, кто что делает. Да, вопрос, он заключается в другом, заключается в том, что вы чувствуете. Вот, именно вот, что вы чувствуете по отношению друг к другу. И хотите ли вы, там, например, делать друг друга счастливыми и вот такое такое. Что вы делаете, чтобы показать, что вы хорошая пара. Ну, или, что вы гармоничная пара. Вот, я думаю, это немножко не то. Я думаю, что тут вы немножко не по адресу. Дальше, собственно, с чем проблема? Он меня резко целует, просто чмок и не обнимает. Ласка любви от него не получается совсем. Ну, вопрос здесь, наверное, заключается в том, да, вот, нуждаетесь ли вы в этом? Нуждаетесь ли вы в ласке? Нуждаетесь ли вы в любви? Потому что, если нуждаетесь, то это вопрос, как вам, как я уже сказал. Что определяет эту нуждяемость? Собственно говоря, из чего она состоит, это нуждяемость. И понять этот момент для вас очень важно. Потому что у мужчин могут быть свои ресурсы, свои представления о семейном быту, например. И если вы это не готовы принять, да, если вы не готовы, не готовы этот момент принять, то, возможно, вы человека, человека не принимаете таким, как он есть. Вот. Что тоже может быть серьезный такой с трудностью на пути выстраивания отношений. Ему об этом неоднократно говорила. Настена отвечает, что не может быть ласку со своей девушкой, психологически не может. Это психологическая проблема. Если она волнует, то ему ее нужно решать. Как? Ну, с помощью психолога. Это очевидно. Это осуществление очевидно. С помощью психолога. Вот. Вопрос только в том, хочет ли человек это делать. Ну, на мой взгляд, не очень. Он этого хочет. Дальше. Значит. Ну, а что я ему говорил о других девушках, с которыми он раньше переписывал. Когда он даже переписывал к ним, отвечал им, я люблю, целую и солнышко. Тогда мы возвращаем старые переписки читать. Ну, в виде тех девушек он, очевидно, девушками своими не считал. Дальше. А вы его девушкой, соответственно, не может быть с вами ласковым. Почему? Это вопрос, который нужны исследования. Вот. Вполне вероятно, что весь речь идёт очень свободен. Вот. Вполне вероятно, что... Какой он сделал, у него стоит Львов.